Один из многих наших воспитателей, людей, которые потрудились над тем, чтобы мы стали людьми. Войдя в вестибюль воскресной школы Спаса Преображенского храма в Больших Виземах, сразу попадаешь в сказку. Автор представленных работ, сказочник, один из лучших художников-иллюстраторов. Однако все изображенное, прямое и абсолютное отражение личной жизни отношений художника Ивана Хохлова и его жены Кати, пони и зайки. Так называли они друг друга, родившийся художником, светлый человек, переживший в отрочестве тяжелый недуг, вернувшийся к жизни, продолжая преодолевать его и работать. И тонкая женщина, сумевшая быть с гением до конца его земного пути. Сказка про пони и зайку, их детище, непреувеличенная история любви. От первой встречи, через дни и годы, радости, трудов, встреч, забот, побед, взаимной нежности. Обо всем этом воспитанникам воскресной школы рассказывает настоятель храма протеерей Павел Карташов. Он помогает сначала малышам, а затем отрокам увидеть в этих работах то, о чем ежедневно вспоминается на литургии. Вот ведь пони и зайка, они любят, крепко дружат, жертвуют с собой друг для друга. Пони работает, как полагаются лошадки. Зайка всегда рядом, утешая и поддерживая, оставаясь ранимым существом и может только во сне позволить себе стать огромной для защиты своего пони от нападок, нелюбви и непонимания. Ну а если случится размолвка... Обида, горечь. Он сетует внутри себя про то, что его не понимает его новый друг. Он опустил голову и такой похож даже на шарик на какой-то. Вот-вот улетит от гордости, от того, что он не может попросить первое прощение. А что делает зайка? А зайка взывает к небу, к солнцу, к справедливости. Кстати, работа обида вызывает, пожалуй, самый яркий отклик в душах детей. Когда человек обижается, лучше, наверное, отойти от него, ну, чтобы не раздражать. Так и зайка отошел от спони, чтобы потом помириться, вернуться. Переданные автором в данных картинах эмоции, краски, то, как он показывает свою жизнь. Ведь эти картины о его жизни, он изображает действительно, наверное, самые ценные, самые главные для человека качества. Добро, дружба, любовь и даже обида, она проходит. Отец Павел по-разному рассказывает для малышей и взрослых, но не упускает ничего, связывая события жизни художника с историей, с победой в Великой Отечественной войне, с влиянием на его творческую судьбу родителей, обращая внимание зрителей на важность ответственного отношения к таланту, значимость его для общества. Отношения между людьми раскрываются, жизненные отношения между людьми, все жизненные ситуации без прикрас. Пока родители погружаются в радостный процесс узнавания себя в истории пони и зайки, малыши уже творят, продолжая свою историю главных героев. Пони смотрит на небо, а зайка собирается в душе. Дети подросшие тоже получают задания. Вы должны сочинить сказку. Да, 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 сказку. Все, вы видели, иллюстрации есть, текста нет, самой сказки нет, а кто сказочники? Вы. Почему, на первый взгляд, не церковная тема нашла понимание в церковной школе? Потому что все во всем. Потому что сам Иван Хохлов, будучи человеком физически, далеко не богатырского здоровья, спасал онкобольных детей. Он привозил на кошерку свои иллюстрации и открытки, чтобы малыши после операции и химиотерапии улыбнулись, глядя на трепетность пони и зайки. Чтобы каждый, встретившийся с произведением искусства, знал, что он тоже имеет право на творчество. И только оно, да еще любовь по-настоящему ценны и богоугодны. Любое доброе, утешительное, врачующее творчество, художественное, живописное, или там словесное, или любое иное, оно все, может быть, издалека, приближенно, косвенно, так или иначе, но оно способствует созиданию жизни, ее собиранию в целое. Тех осколков, которые разбросаны повсюду. Ведь чтобы замысел Божий миром, который он создал, был воспроизведен, надо все эти осколочки бережно собрать, склеить, чтобы снова создалась гладь воды, отражение, чтобы лик Божий изобразился в творении. Каждый юный посетитель выставки в день ее открытия получил подарок – книжку Ивана Хохлова. Его верная Катя продолжает дела мужа, дарит произведения художника-сказочника детям. Ольга Винтер, Одинцовское благочение для телекомпании Одинцова.